Российским оккупантам остается только молиться перед контрнаступлением Украины. Возможно, именно поэтому Путин привез своим генералам православные иконы, а не тяжелое вооружение и боеприпасы. На самом деле это даже не оригиналы, а копии-копии реликвии, принадлежавшие когда-то, по его словам, одному из самых титулованных министров обороны Российской империи XIX века. Может быть, прикладывание этих икон к танкам спасет российскую армию от неминуемого разгрома, который вырисовывается все отчетливее. Подробнее в сюжете. Путин приехал в оккупированные военные штабы в Херсонской и Луганской областей Украины после Пасхи. Но какая разница? Главное, что с иконой. Белорусы не первого десятилетия знают, что такое православный атеизм. Но россияне пошли куда дальше, показав всему миру, что такое православный нацизм. Путин и иконы – это попытка фетишизма прикрыть вот этими всяческими святыми вещами, прикрыть свои собственные преступления. Но так не бывает. Так не бывает. И я думаю, что Путин вскоре в этом убедится. И наоборот, тот, кто лицемерит таким образом с иконами, тот, кто лицемерит с христианской верой, в которую я уверен на 100-200%, что Путин не верит ни во что, кроме этого устава КГБ или ФСБ, что там какой-то устав, больше он ни во что в этом мире не верит. Поэтому, конечно, это все выглядит не просто отвратительно, но это выглядит и кощунственно. То есть он попробовал все. Он попробовал шаманов, он попробовал кровь каких-то жертвенных животных. Осталось ему иконы попробовать. Но таким, как Путин, уже, понимаете, даже иконы не помогут. Российское весеннее наступление фактически провалено. Не взят даже Бахмут. Остается укрепляться и окапываться перед украинским контрнаступлением. Если удастся закрепиться в военном плане, то потом появится возможность для дипломатических торгов. Путин полностью понимает, что 9 мая никакого успеха на поле боя не будет. Приближаются выборы весной следующего года, а он хочет показать какой-нибудь успех. Думаю, пойдет в том направлении, которое ему подсказывает Пригожин. Тот более трезво оценивает ситуацию. Будет любой ценой окапываться на тех позициях, которые ему удалось добыть. Потому что на другую территориальную добычу шансов нет. Глава ЧВК, в свою очередь, уже выступил с критикой российских военных элит. Мол, из-за линии российских чиновников шансов выстоять во время украинского контрнаступления у России невелики. Опять, выходит, виноваты холопы. Но не царь-батюшка. «Наибольшая стратегическая ошибка Путина была в том, что он начал полномасштабную войну против Украины. Если бы он резал Украину по частям, то, может, и международное сообщество не было бы так солидарно с Украиной. И Пригожин хотел бы вернуться к такой стратегии». Также нет никаких весомых доказательств, что именно Путин посетил оккупированные украинские территории, а не его двойник. Но даже если доехал, то не на передовую. «Видно, что Путин не находится на передовой. Эти кадры никакие по сравнению с визитами Зеленского. А тут видим вождя, который делает вид, что он герой и появляется в окружении охраны. Это демонстрирует в первую очередь его отчаяние. Он не в состоянии избавиться от образа труса, сидящего в бункере». Совершенно по-другому воспринимается образ президента Украины Владимира Зеленского, который и на передовой под обстрелами в Авдеевке, и на Волыне на границе с Белоруссией награждает бойцов ЗСУ. «Перед контрнаступлением Украины обе стороны ведут информационно-психологические спецоперации. То появились кадры с фейковыми засушниками, которые клеймят Запад и украинский истеблишмент. «Приеднуюсь до хлопцев, до флешмобу с приводу завернения до президента Зеленского». То кадры богобоясненного Путина, верующего в чудо. Задача – дезориентация противника. «Христос воскресе!» «В первую очередь идет информационная война. Если Украиной будет реализовано контрнаступление, то я надеюсь, что не будет, как в прошлом году, когда была взята инициатива тактическая, а потом не было продолжения. И тут успех Украины в руках Запада. Если некоторые страны, как Германия, будут демонстрировать, что их не хватает на помощь Украине, если будут вводить ограничения в поставках ракет и самолетов, то они должны понимать, что будут приговаривать к смерти невинных людей». Главное оружие России с покон веков – страх. И Путин удачно применяет его на поле боя, пытаясь играть роль психиатра для российского общества, которое в захватническом угаре готово положить голову на плаху. «Путин, в принципе, психолог неплохой. Он когда-то занимался вербовкой. Он знает, что страх – это самый главный, тем более в России, самый главный стимул для людей. Люди в российской армии сейчас перепуганы, сейчас ждут, когда их куда-то отправят. Они бьются за место, кого отправят самым последним, а кого в начале. И вот для того, чтобы как-то успокоить, так сказать, уже танцы с бубном шаманов не работают, танцы с бубном патриарха тоже не работают, московского. И, соответственно, он сам приехал с этими танцами с бубном». Однако далеко не факт, что такие вот танцы с бубном в исполнении кремлевского диктатора и его пропагандистов уберегут российских оккупантов от получения в этот самый бубен в результате действий сил обороны Украины.